Друзья, добрый день! Мы сегодня в китуре Живое Слово второй раз уже за год, можно сказать, провели лекцию кинокритика главного редактора журнала искусство кино Антона Долина. И вот такое после условия, после вкусия, после лекции наше короткое интервью. Вопросов будет 5, а может быть 6 или 7, но в общем разберемся по ходу. Выстроены они будут хаотично. Первый вопрос такой. Ну смотрите, опять был Новый год, был телевизор, большое его присутствие в нашей жизни, особенно тех, кто приехал к родным на праздники. Мы, например, телевизор не смотрим, а мамы смотрят, и мы, соответственно, тоже попали в это влияние. И опять показывают старые фильмы. Всегда, уже 30-40 лет подряд показывают старые советские фильмы, которые всенародно любимы. Почему одни и те же фильмы так долго остаются в категории всенародно любимых? А какой самый новый такой общепризонный фильм, золотой? Есть ли какой-то современный фильм, который должны вообще показывать в новогодние каникулы в телевизорах? Ну, во-первых, никто ничего не должен. Люди смотрят кино, потому что от кино им хорошо на душе. И чаще всего нам хорошо на душе от чего-то, с чем мы уже пережили какие-то приятные моменты. С фильмами из детства, из юности. И повторы связаны именно с этим. Надо сказать, что это совершенно не наша эксклюзивная особенность. Например, в Чехии, по-моему, в Германии показывают «Три орешка для Золушки» каждый Новый год. Есть фильмы, которые показывают каждое Рождество, абсолютно каждое в Америке. И мы с нашей иронией судьбы, обыкновенным чудом или комедией Мегайдая здесь совершенно не являемся исключением. Это норма. Надо ли новые фильмы в этот канал включать? Я в этом не уверен. Я думаю, что они включатся туда сами. Это невозможно сделать искусственно. Я, например, знаю, что, хотя не имею в виду отношения к Новому году, уже несколько раз наши каналы показывали именно 1 или 2 января «Аватара». Ну, что в нем новогоднего? Да ничего. Но есть в этом фильме какое-то ощущение чуда, и ладно. И вот он работает как новогодний. Явно совершенно киносериал «Елки» рассчитан именно на этот эффект. Но будет ли он этот эффект выполнять? Выживет ли он дольше, чем, собственно, фильмы? Будут ли люди их смотреть, когда перестанут снимать новые серии? Это большой вопрос. У меня на него ответа нет, потому что лучшие фильмы все равно это старые фильмы. И чем они старше, тем они лучше. В этом смысле новым с ними не тягаться. Ну, смотрите, есть фильмы, в которых чувствуется эпоха. Фильмы эпохи. Вот смотришь, например, «Бумер», и ты ощущаешь 90-е. Какой фильм нужно посмотреть, чтобы ощутить вот эти нулевые годы, десятые годы? Есть ли какой-то фильм, который вобрал в себя вот эту атмосферу? Либо это время такое застой, время безатмосферное, которое неосмыслено пока художественно? Мне кажется, атмосфера есть с любого времени, но, по-моему, мы можем понять этот сайдгальст, то есть дух времени только просто фактум. Ну, «Бумер»-то, в принципе, фактически не так далеко ушел от этого. Ну да, так «Бумер» и есть. Фильмы о наших нулевых, на самом деле. Это и вовсе не фильм о 90-х, он просто так ощущается, потому что мы быстро все криминально отодвинули в эти 90-е, как будто оно осталось там, это не так. Не знаю, есть ли у нашего времени свое кино, которое им принадлежит. Ведь самые популярные фильмы совершенно разные, друг с другом не связаны, «Движение вверх», «Сталинград», «Последний богатырь», вот это вот тройка сейчас русских самых популярных фильмов в кино. И что один из них происходит в 40-е годы во время войны, другой из них происходит в 70-е годы, еще и в Германии, а третий из них и вовсе происходит в 39-м царстве. То есть они все не про «здесь и сейчас». Это «здесь и сейчас» не очень поддается кино, и кино про него не очень снимается. Но что кто-то будет пересматривать с ностальгией «Левиафана» или «Нелюбовь», при том, что я обожаю эти фильмы, в это поверить довольно сложно. Ну, а смотрите, вы второй раз в Твери, наверное, уже немножко почувствовали город. Вообще на какой фильм похожа Тверь? Или хотя бы на какой жанр ее характеристик? Жанр, ну, конечно же, это жанр скорее литературный, чем кинематографический. Это такая уездная история. Но это могла бы быть какая-нибудь, допустим, «Беспредальница», да, как-то жестокий романс назывался, или любой другой «Островский». Вот эти вот, мне кажется, города очень уютные, на большой реке, такие задумчивые, неторопливые, купеческие. Между Москвой и Питером их несколько дверей, одна из самых знаменитых и старинных. Но кроме того, здесь все-таки есть остатки настоящей старины, древней. И тут уже Иван Грозный будет вспоминаться, и любой другой фильм о Древней Руси. К счастью, тут это есть, в Москве этого осталось совсем мало, например. Ну, вы сегодня были в Императорском дворце. Скажите, пожалуйста, что больше всего впечатлило? Может быть, какие-то отдельные работы или в целом? Очень много хорошего, очень много замечательной живописи начала 20 века. Великолепные, конечно же, иконы, но в этом я и с самого начала не сомневался. Эта Тверская школа иконописи, она знаменита. И мне очень понравился зал с живописью неизвестных художников 18 века. Кстати говоря, и портреты 18 и начала 19 века совершенно фантастически хороши. Так что музей мне показался очень-очень богатым на интересные, неординарные, нетривиальные картины. Думаю, что, наверное, последний вопрос. Давайте пытались пойти по такому принципу, забивать в Google Антон Долин. И что гуглит на тему Антон Долин? И один из самых популярных запросов это Антон Долин Навальный. Знаменитая история, можно сказать, конфликт, перепалка. Я бы и не хотела до вас еще раз пересказать эту историю, но мне бы, опять же, с кинематографической точки зрения интересно было. Алексей Навальный, достаточно яркий типаж, современный персонаж. Вот на какого героя фильма он похож, с кем он у вас ассоциируется? Мне кажется, Навальный это типичный герой комикса. Они все с мессианскими замашками, они все хотят спасать мир. И при этом они спасают мир для того, чтобы уйти от своего собственного несовершенства, от собственных комплексов, которые делают их человечными и трогательными. Поэтому, конечно, кто и такой, чтобы давать совет Алексею Навальному, но если руководствоваться кинематографической логикой, то, разобравшись со своими внутренними демонами, он смог бы, мне кажется, более эффективно спасать мир. Но если не разберется, ничего страшного. Других спасателей у нас особенно не предвидится. Так что будем болеть за это. А, если мы, как раз вот этот вопрос по скриптам. Вы публичная персона, вы активно ведете фейсбук, вас хватает еще и на все комментарии. Скажите, пожалуйста, в чем вас чаще всего обвиняют ваши, ну так скажем, противники, недоброжелатели, и как вы обычно парируете? Да они меня в чем только не обвиняют. Меня за последние, по-моему, только двое суток один человек обвинил в том, что я выступаю за свободу слова, а при этом смею работать на государственном радио, а другой человек, с другой стороны, обвинил в том, что я защищаю якобы террористов, и при этом смею получать деньги на государственном канале. Как бы, что бы я ни делал, обвинять меня все равно будут и в одном, и в другом, и в третьем. И какой бы фильм я ни похвалил, или наоборот, ни поругал, мне обязательно скажут, что я это делаю, потому что я тупой, или потому что мне кто-то заплатил. Я не удивлюсь уже никаким формам обвинений, я просто хочу сказать, что этих обвинений все равно всегда гораздо меньше, чем каких-то добрых и теплых слов. Если бы это соотношение не было бы таким, я бы давным-давно забросил бы все эти соцсети, потому что, если это не доставляет удовольствия, если ты встречаешь там приятных тебе людей, то зачем это вообще нужно? Антон, спасибо большое. Спасибо. Вот, все, приходите в лекторию живого слова. У нас вот такие вот замечательные гости. Спасибо. Спасибо. Спасибо.